там, заработать деньги, все хотят там сделать какие-то прочие вещи, что-то себе купить на это, я за это его, как будто бы их, знаете, кто-то генерирует, и генерирует он их вплотную, говорит вот так вот, микрофон тут такая, знаете, я не люблю это слово, но скажу вот его тут токсичная аудитория, и тут сами должны понимать, ну вот как-то вот оно всё идёт, ну блядь. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризоны РП. Вся дополнительная информация в описании. Вы можете мне не поверить, но уже даже в мобильном сампе есть читеры. Признаться честно, когда я сам этого услышал, узнал в первый раз, я немного охуел, потому что читы на мобилку в GTA самп, кто их делает, зачем, а самое главное, кто их покупает или кто их скачет, кто их распространяет вообще читы на мобилку, ну вы можете себе представить такое. То есть на мобилке мало того, что играть-то порой бывает неудобно, а тут ещё и какие-то, ну скажем, прямо инородные объекты, программы, инжексятся в игру и вообще непонятно, что со всем этим делать. Но, как мы понимаем, как мы можем понимать, как мы можем знать, всё-таки есть те самые читы на мобилку и сказать, что я был в шоке, когда узнал, но это ничего не сказать, потому что, блядь, серьёзно, кому-то не впадлу разносить мобильный проект и мобильный сервер. Давайте начнём вообще по порядку. Есть такой мобильный ютубер, я не запомнил его никнейм, что-то типа Браша Павер, Руха Сан, Руина Самп, я не знаю, Сан, Самп, в общем, какой-то ютубер там маленький, у него что-то около 10 тысяч подписчиков, что-то такое. И вот он снимает на проекте Сантропару или Плей. Ну как бы бывает, все хотят там заработать деньги, все хотят там сделать какие-то прочие вещи, что-то себе купить на это, я за это его осуждать ни в коем случае не буду. И вот этот самый мобильный ютубер, он играет на этом самом проекте и хочет провести какое-то мероприятие. Его, как вы можете понять, срывают. Срывают не абы кто, а читеры. И как выражается сам этот человек, какие-то вот персональные его хейтеры вот сливают все эти мероприятия, все вот это вот делают. Я вообще сейчас не знал, кто это такой, почему так много подписчиков. Ну, знаете, сейчас вот эта вот новая школа GTA Самп ютуберов, они откуда-то появляются, какие-то мобильные чуваки, какие-то там еще чуваки, не понятно, вот я в GTA Самп ютубе с 2016 года вроде как, или с 2015, точно не помню, но что-то вроде того. И понимаете, в чем дело? Вот у нас обычно, когда появлялись какие-то новые ютуберы, ну их объективно все знали там, да. А тот же самый Ися, хотя до сих пор никто не знает, как его, наверное, даже родная мать не знает, как его зовут, чем он знаменит. Вот. И понимаете, в чем дело? Тут ютуберы появляются, ну как будто бы, блядь, они каждый день появляются и с каким-то вот, как будто бы их, знаете, кто-то генерирует. И генерирует он их со случайным количеством подписчиков и с какими-то случайными своими вот эффектами, особенностями. И совсем просто, кто-то прям, знаете, вплотную говорит вот так вот в микрофон, кто-то там, я не знаю, не может себе поп-фильтр купить, у него бэшки, бэшки вылетают, пиздец, там даже определен какой-то ветра защиту за 50 рублей купить себе не может, и вот все проходит. То есть они вот спавнятся и с какими-то своими определенными наборами кач. Но это не самое главное. Самое главное, что вот есть читеры на мобилку. Кто, как, почему и самое главное, и вот этот пост, этот пост вот с этим вот самым мобильным GTA-самп-ютубером, которого вот там насилуют, с которым вот терроризируют, там, знаете, какой-то вот мобильный самповский барон Геймкорона, что вроде того, то есть бароны Геймкорона тоже терроризируют, и вот сейчас терроризируют еще вот этого вот человека, и об этом даже написали в LifeMobile. Почему об этом написали, кто об этом сюда написал, я лично не понимаю, потому что, ну, ситуация плевая постоянно, где-то кто-то кого-то насилует, где-то кто-то кого-то там терроризирует в GTA-сампе, это GTA-самп, тут такая, знаете, я не люблю это слово, но скажу, вот его тут токсичная аудитория, и тут сами должны понимать, ну вот как-то вот оно все идет, ну, блядь, ну, что-то вот оно, ну, сука, ну, непонятное, что-то какое-то там постоянное вот это вот происходит, ну, ладно, ладно, мы это все забудем. И вот этого самого человека терроризируют, и самое, что смешное, самое, что в отличие для меня непонятное, в комментарии под вот этим вот всем постом отписываются чуваки. Чуваки, которые реально читеры, которые реально разносят, которые такие, типа, блядь, я так ненавижу все эти мобильные сервера, я так вот все это ненавижу, и, типа, вот все это, поэтому сливаю, все это разношу, все это делаю с помощью читов. И скидывая там скрины своих вот этих вот каких-то панелек, панелек, блядь, это чё вообще такое? ARZM ХАХ, блядь, ХАКС, C+, CБАК, без перезарядки, антиразброс, блядь, ты смотри, глаза расплываются, а ведь в мобильный GTA Sam в него же преимущественно играют дети, и как вообще дети могут со всем этим, блядь, узнать, ознакомиться, блядь, как-то понять, как всё это работает, разобраться, блядь, это ж пиздец, кто эти читы? Возможно, что отписал сам создатель этого самого чита, но чё-то я сомневаюсь, что он стал бы себя как-то вот так вот, знаете ли, палить, или делать что-то вот этого, знаете ли, прочее, и тут просто, пиздец, там видосы какие-то скидывают, как они там сливают, как они там всё прочее делают, но это вообще, это ебанутая хуйня, блядь, ты смотришь на всё это и думаешь, читеры, блядь, ну зачем пацанов-то, блядь, вот так вот ебать в жопу, ну, отъебитесь уже от них, пусть снимают на своих вот... Есть просто определённая каста психов, неадекватов, которые просто, ну им делать нечего, поэтому они заходят на серверы и начинают вот этой вот всей хуйней страдать, разносить вот этих вот всех мобильных ютуберов делать все прочие вещи, и типа, ну это ж пиздец, на самом деле, такого делать не надо, я это крайне осуждаю, если кто-то, возможно, из читеров смотрит меня, меня знает, возможно меня, ну, хоть немного уважает или презирает, то не нужно этого делать, это глупо, это, ну, безосновательно абсолютно. И в общем-то на этом всё, да, я играю на проекте Arizona или PlayFenix, геймплей данного ролика заснят на Arizona или PlayFenix, а знаете, кто ещё играет на проекте Arizona R.P.? Делорензи. А Делорензи это кто? Гитлер. Поэтому ладно, неважно. Также в описании данного видео есть ссылочка на мой телеграм-канал, туда вы тоже можете зайти, там вы тоже можете ознакомиться всей информацией, со всеми вот этими вещами, и вообще понять, что вам нужно от всей этой жизни, поэтому заходите, познакомливайтесь и узнавайте всё-всё-всё вот это вот прочее. А всем спасибо за просмотр данного видеоролика, увидимся тут же завтра в 20.00, либо немного попозже, либо пораньше, я точно не знаю, а мне вообще, в общем-то, и без разницы. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok